Салют, друзья! С вами Серый Мотор и сегодня мы с вами обсудим книгу Андрея Подшебякина, которая называется «Последний день лета». Андрей Подшебякин не написал ни первое свое произведение, у него было до этого еще парочку, но ни сам Андрей, ни его книги в российском инфополе особо замечены не были. Пока не вышел «Последний день лета». И тут на любом самом маломальском известном сайте вылетал вам в лицо баннер «Последний день лета». Лучший хоррор-роман 2023 года. Это замена Кингу, замена кому угодно из зарубежных авторов-мистиков. Все вот это, это просто считайте король российского ужаса. Андрей Подшебякин написал невероятное произведение, просто мистическое, фантастическое и какое другое угодно. Сколько эпитетов, сколько людей там писали свои лестные комментарии, сколько российских критиков написало, что это выдающееся произведение. И, естественно, я решил его прочитать, потому что я люблю такие жанры. А тут прям тебе в лицо бросают, еще и говорят, это лучшее российское произведение, лучше, чем любые западные произведения в этом году. И ты такой, ну просто ради интереса, да, что же там такое написано. Берешь в руки книгу, переворачиваешь ее задом, и на обложке прям написано, что там идет речь о неком существе, которое жило уже тысячи лет, как уничтожает целые народы, города стирает в пыль, устраивает кровопролитные войны. Но сейчас оно спит под курганами. И главная задача абсолютно всех это его не разбудить. И в конце большими красными буквами в этой же аннотации написано. «Он проснулся». Естественно, ты ожидаешь от этого какого-нибудь трэша, разрушения городов, куча смертей, всего, что только можно, потому что так преподнесли данную книгу. Но начинается она, естественно, не так. Давайте же немного поговорим вообще, что это такая за книга, какие у нее есть плюсы, какие у нее есть минусы, главные герои, сюжеты, все остальное. Главный герой в этом рассказе есть. И он один. Это город Ростов 90-х годов. Атмосфера, которая передана здесь писателям, она просто невероятна. Она невероятно аутентична. Она отлично сочетается со всем. С мозгом, с действиями. Все события, которые описываются в этой книге, все персонажи, которые здесь есть, и все сюжетные линии, они прекрасно помогают расширить вот эту атмосферность. Чтобы ты попал туда, прямо в этот город, чтобы ты ходил по этим улицам. И как сторонний наблюдатель ты просто идешь, а вокруг тебя все это происходит. Твой мозг рисует эту картинку живой, яркими, красочными мазками. Ну, точнее, черно-белыми мазками. Потому что атмосфера обреченности идет с самого начала и до самого конца. Ничего хорошо здесь не начинается, ничего хорошо здесь не заканчивается. Потому что это такое вот направление жанра. Я не знаю, нуар это не жанр, не направление, не специфика. Ну, в общем, неважно. Это нуар в привычном понимании этого слова. И город здесь подан просто блестяще. Как я уже сказал, он широко просто рисуется всем, чем только можно. Поэтому все главные герои, все сюжетные линии, которых здесь огромное количество, они нужны именно для того, чтобы подчеркнуть вот эту атмосферность. Туда же идет и пресловутый Мадзе, который постоянно ругает данное произведение. Мад здесь необходим, потому что в 90-е годы особо никто без Мад не разговаривал. А учитывая, что главные герои здесь школьники, которым там сколько-то по 14 лет. Блин, школьники вообще никогда без Мад не разговаривали на улице. А особенно в 90-е годы. Бандиты тоже без Мад не разговаривают. Полицейские без Мад не разговаривают. Военные без Мад не разговаривают. Это абсолютно нормально. И это очень сильно помогает также проникнуться атмосферой того времени. За это огромный плюс. Просто великолепно написанное произведение. Если бы оно называлось криминальный роман, реализм, у меня бы вообще никаких претензий к этому не было. Написано потрясающе, читать классно и здорово. Оторваться просто невозможно. Но это произведение, еще раз на секундочку, подавалось как хоррор-роман. И вот этот вот хоррор, вот этот вот, который жил там под курганами тысячи лет и наконец который проснулся. Оказалось, что он не что иное, как просто дополнение к данному городу. Он такой же, как все персонажи. Он вообще особо никак на сюжет не влияет. Он ничего не делает. Никого практически не убивает. Он вообще непонятно зачем нужен. То есть, знаете, как будто было готовое какое-то произведение. Автор его уже написал. А потом в 22-м году вышел фильм «Смайл». Улыбка. Ужасы. Там, где люди улыбаются, вселяется какое-то в них существо. Они улыбятся как идиоты и кончают с собой. Вот то же самое происходит здесь. Почему-то оно вселяется в других людей. Они начинают улыбиться. Начинают нести какой-то невероятный бред. Поэтому хоррором здесь и не пахнет. Никакой сюжетной линии здесь и не пахнет. Для чего она нужна, вообще непонятно. Это, ну, настолько идиотизм. А ведь я пришел читать именно хоррор. Я не, блин, криминальный роман пошел читать, основанный на реализме. Я пришел читать хоррор. А от хоррора здесь нет вообще абсолютно ничего. И за то, что его вот так продвигали, это огромный прям минус. Я просто возненавидел этих людей. Потому что я пришел читать совершенно другое. Не опять наврали, а в аннотации, да? Ну, вот такой я человек. Всегда верю тому, что написано на обратной стороне книги. Хотя пишут там частенько откровенный бред. В этот раз его снова туда написали. А я снова в это поверил. Наверное, это мои проблемы. К данному произведению я отнесся поэтому крайне негативно. Его сравнивали со Стивеном Кингом. Но здесь даже обсуждать, друзья, нечего. Это совершенно вообще разные. Это даже, ну, как бы не сравнить. Потому что Стивен Кинг, он в основном зациклен на людях. Для тех, кто не знает, у него вся проблема в людях. То есть и зло в них, и добро в них. И решения все принимают они. И внутренняя борьба всегда идет внутри самого человека. И эти люди принимают сложные решения для того, чтобы что-то спасти. Или наоборот, что-то сделать. А здесь же персонажи не имели вообще никакого значения. Потому что главное здесь было окунуть тебя в эту атмосферу. Ну, как бы поностальгировать. Кайфануть от того времени. Я не знаю, какой цель преследовал автор. Я особо ее не понял. Но со Стивеном Кингом это вообще не имеет ничего общего. Жанр, в котором пишет Стивен Кинг, иногда. Да не иногда, а про маленькие вот эти города. Ростов уж не такой маленький город, чтобы писать в этом жанре. Ну, серьезно, это миллионник. Я не знаю, насколько... Для России миллионник это огромный город. У нас не так много миллионников, блин, даже в стране. Чтобы считать, что это small town horror. Логики здесь я тоже не понимаю. Лучшие произведения 2023 года в России. Возможно, но это опять же очень сомнительно. Я еще не читал бронепароходы и многие другие книги. Но мне кажется, тоже очень сомнительно. А вкупе с тем, что вот это вранье идет о том, что это хоррор-роман. Это прям настолько сильно выбешивает. Просто вот... Я только за это его не взлюбил. Я не понимаю, как можно так откровенно врать в лицо людям, которые будут это читать. Неужели они не понимают, что потом никакого доверия уже после этого не будет? И автор сам же на себе крест ставит из-за того, что он вот так продвигает свое произведение. Давайте же подведем итог. Если вы будете читать это произведение как криминальный роман, это очень интересное произведение. Он действительно держит в напряжении. Тебе интересно знать, что будет дальше. Как все составится. И как друзья выберутся из тех ситуаций, в которых их загнал сюжет. Ну, поскольку и друзья, и сюжет здесь плоский. То ничего особого здесь не происходит. Но атмосфера просто потрясная. Замечательная. Особенно если вы живете в Ростове, Ростовской области или где-то там еще. Я думаю, что это будет в первую очередь вам очень сильно интересно. Если вы хотите прочитать это произведение как мистическое, как ужасы, как что-либо еще из этой серии. Это точно не сюда. Если убрать здесь вот эту вообще всю мистическую линию за скобки. Произведение не потеряет вообще никак. Ну, добавить немножечко харизмы и умений любому из персонажей. И они с легкостью заменят того чувака, который вселялся во всех. Ничего не произойдет, друзья. Вообще ничего не изменится. Поэтому, как вот это произведение, это просто обман. Здесь ничего такого нету. Кто-то там спал, кто-то там проснулся, пришел, почесал языком. И также внезапно испарился. Зачем приходил? Чего хотел? Друзья, я напоминаю, что и данную книгу, и все остальные вы можете получить совершенно бесплатно, если перейдете в мой телеграм-канал. Там в закрепленном сообщении указано, как это можно сделать. Ну, а на этом у меня все, друзья. Читайте книги. Читайте книги.